Всем доброго времени суток У меня сегодня в руках новинка Новый цифровой прицел от компании Пульсар Пульсар Гиджикс Новинка для меня была неожиданностью Он возник из ниоткуда Я о нем узнал совсем недавно Все приборы Пульсар Любезно предоставлены компании Пульсар Гуру Благодаря им мы одни из первых Можем поддержать, увидеть что это такое Причем для меня это действительно важно Прибор всего один в компании Пульсар И Дмитрий Шаханов оказал мне честь Чтобы я вам представил его первым Понимаю, что вот так вот С наскоку объяснить И рассказать, и показать о прицеле Все, сразу не получится Ну давайте поэтапно, не торопясь Прицел будет у меня в руках какое-то время Я думаю, мы что-нибудь интересное При помощи него увидим Вот первый конфуз Но он по моей вине Торопился, взял, не проверил Один аккумулятор был разряжен Попытаюсь выйти сейчас Из положения в полевых условиях Если честно, у меня нет инструкции Так что делаю все интуитивно Но, как вы видите, все горит, все бегает Вроде заряжается Время пока есть Дальше больше Вот под этой крышечкой У нас находится USB-порт Сейчас мы попробуем подсидеть Пауэрбанк Заряжается у нас внутренний аккумулятор И прибор в рабочем состоянии Давайте рассмотрим его поближе Внешний вид и ощущения Сразу хочу сказать Он железный Реально кусок железа С вытекающими отсюда прочностью И весом Схема установки Это 30-е кольца Моноблоки Это дает возможность использовать данный прицел На любом оружии Мне эта схема наиболее близка Массивный объектив На нем откидная пластиковая крышка Крышка надежно проверял Далее за объективом Следует интегрированный ИК-осветитель Если мы используем прицел В дневное время Мы можем демонтировать данный узел Что облегчает прибор Но это реально удобно Управляется ИК-осветитель Кнопкой включения Сверху расположен Регулятор яркости Осветительного прибора Кнопка на месте Без труда находится ночью И что меня еще Действительно порадовало На нее не приходится давить До боли в пальцы Легким нажатием она включается Также В этом приборе Управление вызывает Только положительные эмоции Все клавиши работают быстро Включаются без усилий Управление прибором Молниеносное Далее на приборе Идут три отсека стакана Первый Слева Он не открывается Это управление прибором То есть здесь Производятся Точные настройки Прибора Нажатие в центр На клавишу Мы входим в меню Там Находится все То же К чему у нас К чему мы привыкли Используя Прицеры Пульсар Выбор сетки Запоминание Профиля Там Изменение Режимов Ну в общем Все Все Еще раз Повторю Что все Понятно Интуитивно Читаемо Доступно Практически Любому Пользователю Вот если Использовать Телевизионную Терминологию То я бы Присвоил Индекс Вот этому Прибору 10 плюс То есть Детям С 10 лет Следующий Отсек В нем Находится Элемент питания Аккумуляторная Батарея Кстати В приборе Две Аккумуляторных Батареи Одна Расположена Внутри Корпуса И Вот такая Дополнительная То есть Прибор Сначала Использует Нутреннюю Батарею После того Как она Заканчивается Он начинает Использовать Питание Вот от Этой Батареи У нас Сейчас Здесь Штатная Батарея Я знаю Что в доступе Есть Батареи Повышенной Емкости Третий Отсек Это Под крышкой Находится Микроразъем USB Используется Для Питания Внутренней Батареи Когда мы Ее Заряжаем Используется Для Снятия Информации С прибора Прибор Снабжен Видеозаписью Поэтому Файлы Снимаются Именно Таким Образом Ну и Третья Функция Как вы Видели Чтобы не Случилось Комфузов В полевых Условиях Всегда Можно Поценить Powerbank И Прицел Будет В рабочем Состоянии Вроде бы И все Прибор Имеет Богатый Выбор Прицельных Марок Есть Несколько Профилей Запоминания Под каждый Определенный Вид Вашего Оружия В общем Есть все К чему Мы уже Привыкли И что Нас Уже Не удивляет Ну вот Меня Именно В этом Приборе Порадовало И удивило Это Расположение И управление Прибором Кнопки Расположены С умом Клавиши Реагируют На ваши Команды На отлично В общем Вот так Выглядит Флагман Цифрового Прицела Пульсар Диджикс Прицел Новый Время Которое Он будет У меня На руках Сильно Ограничено С удовольствием Пострелял бы С него Если Представится Такая Возможность Обязательно Сделаю Это Но Мне Очень Хочется Показать Вам Картинку В окуляре Это Не менее Важно Именно То Что Вы будете Видеть Если Этот Прибор Окажется Вам Интересен Ну Видео В Торосах Белый Медведь Я Вам Не Обещаю Но Буду Стараться Один Из Самых Распространенных Вопросов Как Далеко Видит Этот Прибор Ну Вопрос По Правде Сказать Некорректный Не Важно Какой У Вас Прибор Цифровой Неопит 3 плюс Тепловизор В разное Время Все Эти Приборы Будут Давать Разные Результаты Сегодня Вы Можете Видеть На 200 Метров Завтра Лишь На 50 Это Зависит От Многих Факторов От Местности От Погоды От Освещения От Температуры Вот Сегодня Полная Луна Завтра Лишь Четверть Звезды Контровой Дождь Снег Туман Самое страшное Для всех Этих Приборов Это Водяная Взвесь Изморозь В эти Дни Они Практически Слепы В общем Я решил Заморочиться Да и к тому же Были Идеальные Условия 28 Сентября Фаза Луны Ну по научному Это звучит так Рождение Молодой Луны Проще Говоря Луны Нет Кроме Того Еще Был Туман Изредка Налетающий Клоками Прибыл Я На место Ближайшая Деревня Расположена Три Километра Контрового Света Нет И плюс Опять же Вот эти Клоки Тумана Сейчас Производители Приборов Замерли И напряглись В такие Дни Не снимают Рекламу Выбирается Погода Температура Освещение Мною Мною Была Выбрана Дорога В связи С тем Что На ней Присутствуют Столбы Линии Электропередач Самый Народный Из Дальномеров В нашем Случае Они Располагались Через 40 метров 6 столбов До знака Знак Отражает ЭК Подсветку Но не обращайте На него Внимания Он мне Был Нужен Для Ориентира Смотрите Что Вокруг Итак 200 Метров Вот Если Придумать Шкалу Неблагоприятных Условий Для Тестирования Прибора 9 Бальную То Этой Ночи Я бы Поставил Где-то 6-7 Балов Но Идем Дальше Всеми Любимая Сотка Поставил Предмет Попробуйте Угадать Что Это И Примите Решение Смогли Ли Вы Произвести Выстрел И Поразить Цель Скептики Сейчас Завопят Зачем Установил На Белую Линию Услышал План Кинжал 2 В запасе Был Чайник Смотрите Решайте Я Я не знаю Я не знаю Точную цену Сколько Будет Стоить Этот Прицел На Территории Российской Федерации Но Это Дорогой Прицел А вот То Что Я знаю Совершенно Точно Что Он Не Будет Никаким Образом Стоить 1 1990 Рублей На Него Не Будет 90% Скидки Поэтому Если Затей Или Покупать Какой-то Прибор Покупайте У Официалов Ну А Мошенники Ну Пусть Перфораторами Торгуют Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров